Всем чербе, дорогие друзья, представляю вам очередной фонарик Nightcore, да не простой, а повышенной мощности на целых 4 диодах, 4400 люмен. В общем, фонарик интересный, я поражаюсь, какое количество у них моделей новых выходит, просто даже я путаюсь иногда, что выбрать, на чем остановиться. Ну, ребятки, конечно, каждый фонарь нужно выбирать под какие-то цели и задачи, потому что универсальный фонарь, как и универсальный человек, это, как говорится, знаете, тот, который делает все одинаково плохо, но в случае с фонарями это, конечно, не совсем так, сведить он в любом случае будет, но все равно, если вы военный, это одна группа фонарей, если вы турист, это другая группа фонарей, если вам просто спуститься в подвал, найти баночку соленых огурчиков, это третья группа фонарей, ну или что-то среднее все-таки, вот это у нас экземпляр для тех, кто хочет больше мощности, больше мощности, если 1000 или 1800 люмен у нас не хватает каким-то образом, хотя я не знаю, как такое может быть, то мы смотрим на вот такие вот фонари, которых больше диодов, там, 4, 8, 16 и так далее, но, собственно, давайте по порядку, чем же хвастаются производители у нас на коробке, это, давайте вот так вот начнем, с Type-C зарядкой, все больше и больше производители переходят на Type-C, от этого никуда не денешься, время не стоит на месте. 4400 люмен, 4 диода Кри-ХПЛ2, дальше у нас есть кнопочка Стро Бредди, что тоже очень круто, это, кстати, изначально была Найкоровская фишка, если я не ошибаюсь, но, по крайней мере, на их фонарях, на П-10 я увидел ее впервые, может кто-то еще делал. Опять же, у нас используется уже новый тип аккумуляторов, это 21700 на 5000 мАч, аккумулятор идет в комплекте, если раньше аккумуляторы 18650 у нас максимально где-то выдавали 3500 мАч, то здесь уже 5000 мАч, гораздо больше, ну и, понятно, мощность тоже гораздо больше. Присутствуют, как я их называю, пластиковые ножны, потому что это чехлом уже не назовешь, адаптер по CR123 батареечки, которые можно здесь использовать в фонаре, ориентирован на будущее, 21700, интеллектуальный, ну, разумный, умный. Ронять можно фонарик с двухметровой высоты, точнее, погружать, извиняюсь, под воду можно на 2 метра и ронять с однометровой высоты, хотя их роняли с гораздо больших там каких-то дистанций, расстояний, но машинами переезжали и прочее, прочее, заявлено вот так вот. Здесь перечисляется, там, то, что используют можно два разных элемента питания, да, на торцевой части и на боковой части, здесь Strobe Ready, там система точной цифровой ориентировки вот этого рефлектора к светодиоду, система степдауна, цифровая стабилизация тока, в общем, все здесь перечисляется. Присутствует в комплекте кабель USB-Type-C зарядный, присутствуют у нас вот эти вот те самые пластиковые тактические ножны, обратите внимание, ползунком вы можете под любую ширину ремня, ну, практически под любую ширину ремня это все дело отрегулировать. И фонарь очень быстро вот так вот вщелкивается туда и довольно быстро извлекается, так раз, при этом, смотрите, вы его можете достать одним движением руки, сам он не выпадет, потому что здесь есть специальные держатели, которые удерживают фонарик достаточно плотно, но так вы его извлекаете достаточно быстро. В самом креплении он не тарахтит и это тоже приятно. Обратите внимание, что адаптер у нас используется с двойным плюсом, то есть получается и аккумуляторный ткоровский, но мы сейчас до этого дойдем, это, скорее всего, обусловлено тем, что на торцевой части у нас есть зарядочка Type-C, поэтому, ну, проведя аналогию, могу сказать, что вот что-то нечто похожее мы видим на фонарях O-Lite, когда магнитная торцевая зарядка и аккумуляторы, когда плюс и минус с одной стороны получаются. Фирменный Nightcore-овский вот такой темлячок, который регулируется по диаметру вашей кисти, клипса металлическая и запасное уплотнительное колечко. Теперь давайте по самому фонарику. Алюминиевый корпус, военное анонтирование, просветленное минеральное стекло, под которым покоится пушка из четырех светодиодов. Агрессивная корона, которой можно там что-то бить, разбивать. Приятная накаточка, ребра, ну, в принципе, фонарик катается, хотя у него есть грани противоскатывающие, в общем, вы понимаете, да, о чем я, но, тем не менее, по поверхности он катается. Так, здесь у нас, получается, органы управления, торцевая кнопка включения и выключения двухпозиционная, долг щелчка и полунажатием, кнопочка Стро Бреди и индикатор заряда питания. Еще один индикатор заряда питания находится в головной части фонаря, который, внимание, работает постоянно. Он все время светится, это очень круто. Если вы включаете фонарик, давайте, ну, он сейчас вот разряженный, быстро моргает, это значит около 10% зарядки, если медленно моргает, около 50% зарядки. Если светится, то заряжен или почти заряжен. Сейчас вот мы включили на минималочку, он у нас быстро мигает, значит, пора заряжать. И когда вы носите фонарь в руке, это очень удобно, потому что вам не нужно каждый раз смотреть на торцевую часть, вы видите все время уровень заряда вашего фонаря. Это очень удобно. Давайте посмотрим теперь, что происходит у нас. А, вот, кстати, да, какая интересная заглушечка Type-C. Раньше такие они не делали, раньше была резиновая такая, как это сказать, заглушечка, да, и другого слова не подберешь. Теперь это на магнитном колечке, вот так вот очень прикольно закрывается. Давайте посмотрим аккумулятор. Резьба здесь без анодирования, чтобы пропускать электрический ток. И вот он, 21700 форматом аккумулятор на 5000 мАч. Здесь у нас плюс, и здесь у нас и плюс, и минус. Получается вот такой вот аккумулятор. Ну что, давайте пройдемся теперь по режимам. Из выключенного положения. Если вы нажимаете полу нажатием, фонарик включает минимальный режим. Если до щелчка, он включает тот режим, который был ранее предустановлен. То есть запоминает режимы. Качелькой мы переключаем раз, два, три, четыре режима. Если мы зажимаем, это турбо. Из выключенного положения это стробоскоп. Чтобы застробить из включенного положения, нужно нажать эту педальку три раза. Раз, два, три. И он начинает стробить. Ну, когда он включен, конечно, прям стробреди это не назовешь. Потому что надо все-таки включить раз, два, три. Но тут у нас к быстрому подвязали турбо. А стробоскоп сделали тройным нажатием. Вот такая, в принципе, интеллектуально понятная схема управления фонарем. Ничего здесь сложного нет. Фонарик очень мощный для своих размеров. На емком аккумуляторе, на удобной индикации заряда. Также прикольное управление и кнопка стробреди, которая позволяет использовать его для самообороны даже в бытовых целях. Делает этот фонарик достаточно интересным, друзья. Плюс то, что 4400 люмен, не забываем. А сейчас мы его подзарядим и пойдем светить. Погнали! Начинаем с первого режима, друзья. Я понимаю, если вы давно уже подписаны на мой канал, оно плюс-минус всегда похоже. Там первый режим, это вы можете подсветить себе на книжечку под одеялом. Это вы можете использовать как ночник. Если в палатке никого не разбудить, идти по тропинке, найти дорогу, я не знаю, к туалету ночью. Ну, примерно все одно и то же я говорю каждый раз. Но, ребятки, без этого никуда. Потому что, если человек смотрит первый раз, он должен понимать, что такое фонарик первый режим. Вот, я свечу на стенку, которая даже не на расстоянии вытянутой руки, а на расстоянии вытянутого локтя, наверное, стенка гаража. Ну, и если я посвечу себе под ноги, то тоже, в принципе, все увижу. То есть, я могу идти по дорожке. Ну, ни о каком свечении в дальней речи не идет. Просто, вот, в принципе, ну, суперэкономный режим. Типа что-то ночника. Очень удобно в дороге, где-то там, в купе, в поезде и так далее. Давайте дальше. Следующий режим. У нас уже полноценный свет. Обратите внимание, что ход спота не формируется никакого. У нас рассеянный, очень комфортный для глазу свет. Это не дальнобойный фонарь. Это фонарь широкого заливного такого свечения. Широкий ход спот. Мы видим, да, что фонариком водить влево-вправо не нужно, когда вы идете. Вот этот уже режим позволяет без проблем освещать вам дорогу на расстоянии, ну, где-то до, там, метров 15. Вот, 15 метров там гаражи, если вы видите. Не знаю, на камере видно, не видно. Возможно, не видно. Но давайте дальше пойдем. И это следующий режим будет уже, вот, выглядеть как-то так. Он уже освещает достаточно хорошо по сторонам. Уже сформируется коридор такой, да, из света световой. Гаражи 15 метров уже видно отлично. Можно светить вдаль. Можно даже, вот, в принципе, высвечивать там дом. Вот торцевая часть дома, ее видно наверх. Это уже такой хороший засвет. Очень широкий, очень комфортный луч. Давайте следующий режим. Это предмаксимальный. Предмаксимальный, ребятки, уже дает, ну, я не знаю, можно иголку искать на полу. Уже просвечивает область более дальнюю. Отличный коридор формируется. Очень хорошая заливка по сторонам. Мы видим, да, ход-спот размытый. Но на камере всегда он более яркий. Всегда камера ход-спот увеличивает, а боковую засветку убирает. Ну, давайте турбач, который работает на просвет. Ну, тут, по-моему, говорить не о чем вообще. Высвечиваются уже дальние объекты. Причем так, фоном. Вот, посмотрите, раз. Дом пошел уже, который стоит за гаражами. То есть, свет уже проникает за пределы вашего какого-то вот этого микрокосмоса. И уходит на дальние объекты. Давайте повернемся, просветим 16-14 этажку. Очень классная заливка идет. Вот такие дела, друзья. Я думаю, что самое время прожать ваши... Вот, немножко, видите, подсаживается вид на мощность. Поэтому... Отпустил и вот по новой. Ну, турборежим на просвет. Самое время, повторюсь, прожать ваши императорские лайки. Подписаться на канал, нажать колокольчик. Все ссылочки будут в описании. А с вами был еще разок. Увидимся. Покеда. А теперь хорошие новости. Этот и другие девайсы со скидкой 10% по промокоду еще разок. Ссылочка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.